Музыка Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Меня зовут Михаил и снова я приветствую вас на канале Хардвуд. В этом видеоролике речь пойдет о сращивании древесины. Я не буду долго рассказывать, покажу вам вот такой клееный брус. Видите, он собран из множества различных делянок. Но на самом деле он является пустотелой конструкцией. Этот короб склеен из мебельного щита. Видите, что здесь произведена склейка как вдоль волокон, так и поперек. И все эти стыки, естественно, очень сильно портят вид. Стыки бывают видны в двух случаях. Либо когда это некачественная склейка, то есть щель и явно видно темный кант. Либо это переход из одной текстуры в другую. Естественно, все это сразу сильно бросается в глаза. Этот короб собран в замкнутую конструкцию при помощи фрезы угловой сращивания. Сейчас я покажу. Одна стенка здесь снимается. И вот такой профиль мы получаем. Этот профиль делается при помощи фрезы для углового сращивания. Или, как ее еще иногда называют, фреза для имитации массива. Ну, все, само собой, очень даже логично. Если у нас стык находится по ребру, то есть это естественное место перехода из одной текстуры в другую, то в этом случае у нас стык будет практически незаметен. Давайте для сравнения возьмем такой вариант, если бы я склеил две делянки вот таким образом, классически. Естественно, вот эта линия стыка, она очень сильно бросалась бы в глаза. В этом случае, если у нас одна текстура переходит в другую, и здесь находится место склейки, то это естественным образом скрывает саму склейку. Причем, давайте я покажу, самого места склейки практически незаметно. Наверное, многие из вас уже наслышаны об этих фрезах. И, само собой, разумеется, если бы я использовал цельные доски, то была бы полностью имитация цельного бруса. Но только полы внутри. Это у меня обрезок от давнишнего проекта остался. Я делал лестницу, и центральный столб обшивал именно вот таким образом. Делал имитацию цельного бруса. Делается такое соединение очень просто, при помощи вот таких фрез для углового сращивания. Они могут иметь различный размер. И сейчас мы об этом более подробно поговорим. У меня есть фрезы CMT, Encore и вот такая фреза Globus. Все эти три фрезы разные. Они разные как по размеру, так и по геометрии. Вот эти две фрезы имеют хвостовик 12 мм. Вот эта фреза хвостовик 8 мм. Поскольку практически всегда съем этой фрезой происходит за один раз, то нагрузка на эту фрезу очень большая. Хвостовик 8 мм мне не внушает доверия. Я даже не помню, зачем я покупал эту фрезу, но работать ей я, мягко говоря, опасаюсь. И, наверное, она у меня будет просто для интерьера. Работаю я именно вот этой фрезой и иногда Encore'овскими. Как вы видите, размеры у фрез разные. И, соответственно, они позволяют работать с материалом разной толщины. Давайте об этом поговорим в первую очередь. Я тут купил специально маркеры, сделал чертеж, чтобы это было более крупно и более понятно. И сейчас мы рассмотрим, на что в первую очередь следует обращать внимание. Это контур фрезы. Она имеет уклон 45 градусов обязательно и имеет зигзаг в центре. Этот зигзаг может различаться как по высоте, так и по глубине. Основным рабочим параметром фрезы является рабочая длина. Измеряется она между вот этими двумя точками. Эль рабочая. Вот эта рабочая длина, она определяет максимальную толщину доски, с которой мы можем работать. Если мы превышаем этот размер, то в конце фреза не добирает, и у нас появляется небольшая ступенька. Естественно, эта ступенька упирается в сочленяемую в ответную часть и не дает закрыться соединению. То есть соединение получается неплотным. Этот эффект следует учитывать как на нижней точке, так и на верхней, поскольку фреза, это относительно зигзага, имеет симметричные размеры. Работать такой фрезой нормально можно только на фрезерном столе. Если вы будете работать этой фрезой с фрезером в руках, то велика вероятность того, что вы просто испортите заготовки. Эта фреза очень тяжела в работе, к ней прикладываются очень большие нагрузки. И естественно, если вы ведете фрезер руками, то если вы зазеваетесь, а скорее всего так и будет, то обязательно собьется траектория и получится неправильный неровный стык. Когда я только учился работать с этой фрезой, я пытался какую-то литературу найти, читал форумы, пытался найти видео, но путевого так ничего и не нашел. Все сводилось к одному и тому же. Нужно найти центральную точку и относительно этой центральной точки выставлять фрезу относительно стола и также выставлять боковой упор. То есть с центральной точкой все понятно. Но как же ее найти, как ее определить на детали и как выставить правильную высоту фрезы и положение бокового упора? Об этом нигде ни слова не сказано. Центральная точка находится на пересечении образующей конуса и наклонного ребра зигзага фрезы. Вот когда у нас есть центральная точка, которую физически на фрезе определить практически невозможно, самое время поговорить о том, какой максимальный и минимальный размер доски, которую мы можем прогнать при помощи этой фрезы. Естественно, максимальная толщина находится вот в этих пределах. Я буду относительно горизонтальной доски, поскольку фреза асимметричная, то же самое будет относиться и к вертикальной части. Вот максимальная толщина доски, которую мы можем обработать. Она равна рабочей длине фрезы, ну, если на самом деле, то чуть-чуть меньше, где-то буквально хотя бы 2-3 десятки минус. Очень хорошо, если обе делянки у вас имеют абсолютно одинаковую толщину. Нужно это для того, чтобы правильно профрезеровать на одной и той же настройке обе заготовки, и в этом случае они у нас сойдутся обязательно ровно. Почему же так важно, чтобы обе детали имели одинаковую толщину? Вот я взял рейку, я ее распилил на две части, и, естественно, у меня толщина одна и та же. У обеих деталей есть две базовые плоскости. Это ребро и плоскость. Только одну деталь мы прогоняем вертикально, а другую прогоняем горизонтально. У нас опорными плоскостями является стол и параллельный упор. Базовые плоскости я отметил красными велюшками. Одна деталь у нас будет проходить вот так через фрезу, а другая деталь будет проходить вот так. Таким образом, на одной и на другой заготовке будет производиться фрезеровка смежного к базовым сторонам угла. То есть вот этот угол на одной и на другой заготовке. Здесь все одинаково. А вот если мы рассмотрим ту же самую ситуацию относительно фрезы и относительно стола, здесь ситуация коренным образом меняется. Вот у нас базовая плоскость, и есть у нас контрольная точка. Это ребро, которое обязательно должно сойтись. Если мы прогоняем заготовку горизонтально, то у нас контрольная точка находится вот в этой точке, то есть наверху фрезы. Если мы переворачиваем, то у нас эта контрольная точка, это же ребро, уходит на противоположную точку фрезы. То есть если у нас фреза будет выставлена несимметрично, то у нас не получится совпадение по контрольной точке, то есть по ребру. Детали у нас разъедутся в разные стороны. В связи с этим нужно очень точно выставлять фрезу. Малейшее отклонение центральной точки вверх или вниз вызывает сразу несовпадение по углу. И точно так же, если у нас происходит несовпадение по толщине, то угол у нас также уходит. Итак, мы немножко отвлеклись, но это отвлечение очень важное. Центральная точка фрезы должна обязательно совпадать с центральной линией доски, как при вертикальном расположении, так и при горизонтальном. Максимальную толщину доски мы рассмотрели. Теперь давайте посмотрим, есть ли у нас доска тонкая. Если доска тонкая, то, естественно, у нас поднимается уровень стола и подвигается параллельный упор. Вот получается угол, в который ложится доска либо горизонтально, вот будет толщина доски, либо вертикально. Но в любом случае центральная часть доски, центральная линия, она будет совпадать с центральной точкой. И теперь, чтобы было совсем наглядно, я просто возьму и заштрихую какой-либо кусок. Например, вот эта часть. Это будет профиль одной доски. И, соответственно, такой же будет профиль у другой, только относительно горизонтальной плоскости. Вот здесь у нас остается очень тонкая шейка. Если мы переусердствуем и возьмем слишком тонкую доску, то вот этот зигзаг просто перережет, и вот эта часть у нас отвалится. Естественно, это определяет нам минимальную толщину доски. Я надеюсь, что из этого немножко мутного чертежа будет понятно, почему же есть также и минимальная толщина доски, которую можно прогнать при помощи этой фрезы. Минимальная толщина доски определяется размером вот этого зигзага. Синим я показал вертикальную часть доски, и сейчас более жирным маркером покажу горизонтальную. Вот этот размер и вот этот размер, они равны. В качестве примера давайте сравним вот эти две фрезы. Они имеют примерно одинаковый размер. Рабочая длина здесь 22,2 мм, здесь ровно 22 мм, то есть габариты одинаковые. 22 мм доску мы можем прогонять при помощи и той, и другой фрезы. Но вот минимальная толщина у нас будет разная. Вы видите, что здесь зигзаг маленький, а здесь зигзаг очень крупный. Давайте покажу поближе. Здесь зигзаг большой, здесь маленький. А теперь давайте рассмотрим, как правильно выставлять эту фрезу для работы. И сначала у нас, естественно, будет теория. Хотя вынужден констатировать факт, что теория с практикой ничего общего не имеют. Но все-таки у вас должно быть представление. У фрезы есть рабочая точка, которую в реальном положении определить совершенно невозможно. Это можно сделать по высоте, но никак не по глубине. Причем точку эту нужно найти с довольно высокой точностью. К примеру, доска у нас имеет какую-то определенную толщину, ну, положим, 16 мм. Значит, у нас рабочая точка относительно стола должна располагаться на высоте 8 мм. Я обзову ее аж малая, неважно. Здесь у нас будет располагаться плоскость стола. И это же расстояние должно быть и до параллельного упора. То же самое аж малая. Вот при правильной настройке фрезы мы кладем доску, и у нас верхнее ребро, наружнее которое будет у нас контрольной точкой, оно должно точно совпасть вот здесь на пересечении параллельного упора и составляющей конуса фрезы. Это будет правильная установка фрезы. Если мы переворачиваем доску вертикально, то контрольная точка у нас совпадает вот здесь. Это обязательное условие. Ну и прежде чем перейти к практике, еще скажу несколько интересных моментов. Вот эта фреза, она годится не только для углового сращивания, но также и для сращивания в пласть. То есть если мы заготовки обе профрезеруем горизонтально, и потом перевернем, то у нас зигзаг совпадет, и доски будут соединены в одну плоскость. Следующий момент. За счет зигзага у нас увеличивается площадь склейки. Естественно, это делает соединение более прочным. И третье. Этот зигзаг у нас обеспечивает позиционирование деталей друг относительно друга. Ну, это вы, наверное, уже увидели, обратили внимание, когда я соединил этот ящик. Вот это соединение под 45 градусов. Оно не разъезжается. Его достаточно просто сдавить, и у нас заготовки друг относительно друга не бегают. Итак, у нас есть две заготовки. Это отпилены они от одной рейки. Естественно, толщина у них одинаковая. Толщина 19 мм. Значит, средняя точка у нас должна располагаться на 9,5 мм выше от стола, и в сторону от упора на те же самые 9,5 мм. Как их выставить? Давайте попробуем, например, при помощи линейки. Ну, к примеру, у нас очень хороший глаз, зоркий. Мы начинаем восстанавливать. Прикладываем линейку. И теперь опускаю фрезу. Вот сейчас я каким-то образом выставил высоту, но я не могу быть точно уверенным. Во-первых, у нас нижняя сторона зигзага скошена. Во-вторых, понять, где находится 9,5 мм на линейке, просто нереально. Соответственно, этот способ не очень хорош. А для того, чтобы выставить относительно параллельного упора, здесь ситуация еще хуже. Не линейку упереть некуда. Откладываем линейку и воспользуемся более простым способом. Есть более простой способ. Нам понадобится кусочек пластика, либо плотный картон. Все, что угодно, на чем можно будет рисовать и делать разметку, и чтобы эту разметку было хорошо видно. У меня тонкий кусок стеклопластика. Ну, и давайте на нем я сейчас и нацарапаю. Есть у меня две детали. У нас будет вот этот рабочий угол, по которому мы будем выставлять фрезу. Я прикладываю заготовку по краю и отчерчиваю. Прикладываю по второму краю и отчерчиваю еще раз. Это будет шаблон угла. И теперь нам нужно еще провести две дополнительные линии. Одна дополнительная линия у нас будет одной диагональю, получившегося квадрата. Это вспомогательная линия. И будет еще основная линия. Пересечение вот этих двух диагоналей как раз определяет рабочую точку фрезы. Но поскольку этот шаблон мы к фрезе приложить не сможем, нам будет мешать уголок, мы его срежем. Но, как видите, отрезаю не точно по линии, а немножко отступаю. Итак, приступим к настройке. Снимать с противоположной стороны у меня не получается, камера не позволяет, поэтому я подсветил фонарем. Шаблон у меня прозрачный, разметку тоже видно, и сквозь шаблон видно фрезу. Вот эту диагональ мы будем совмещать с рабочим ребром фрезы. А рабочую точку будем ловить вот здесь, на наклонном ребре в зигзаге. Диагональ совпала, рабочая точка тоже у нас совпала. И теперь боковой упор нужно выставить так, чтобы он выходил точно на вот эту точку. Здесь просто смотрим вдоль упора и двигаем до тех пор, пока не найдем совпадения. Ну вот и все. Ну что ж, давайте пробовать. Как видите, в конце нужно быть очень внимательным, обязательно пользоваться толкателями, потому что рейка теряет опору и опрокидывается. Вот получили соединение. Ну, поскольку кромка очень острая и тонкая, здесь немножко нужно пошлифовать. Итак, друзья, вот так выглядит шлифованный стык. Даю гарантию, что определить место склейки совершенно нереально. Если вот такой угол показать несведущему человеку, который не видел, как это соединение сделано, он решит, что это цельной брусок. Если же мы возьмем нешлифованный, то эту щелочку чуть-чуть заметно. Но стоит нам слегка сдавить. И видите, что ребро полностью совпадает. Еще, как я и говорил, эта фреза может использоваться не только для углового, но также и для прямого сращивания. Вот горизонтальный участок. И вот горизонтальный участок. Если мы совмещаем эти две досточки, то, естественно, у нас получается ровная плоскость. И еще, кроме всего прочего, могу сказать, что для вот этого короба мне приходилось делать и донышко. И сращивание я производил именно этой же самой фрезой. Вот этой самой ЦМТшной. В этом случае будет полное совпадение. Только единственное, конечно, направление волокон выдаст тот факт, что здесь установлена заглушка. Но как она установлена, понять будет довольно сложно. Ну что ж, друзья, на этом видео закончено. Хоть я и дал слишком, наверное, много информации, но я уверен, что каждый найдет для себя что-то полезное и подчеркнет именно то, что будет нужно именно ему. Помимо всего прочего, у меня здесь еще есть бумажка. На ней выписаны вопросы, которые задают зрители по поводу фрезеров. Как вы помните, у нас есть серия видеороликов, посвященных работе с фрезером для начинающих. И вот эти вопросы как раз войдут еще в одну дополнительную часть. Это все я планирую снять до Нового года. Будут еще различные обзоры по электроинструментам. Обязательно, как я и обещал, рассмотрим рейсмусы. И обязательно будут столярные мастер-классы. Также будет несколько сюрпризов, которые пока я раскрывать не буду. Все это вас ожидает до Нового года. Программа будет насыщенная. Я надеюсь, у меня на все на это хватит времени. А на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте оценивать видео и подписываться на канал, кто этого еще не сделал. Всем пока!